Всем привет! Меня зовут Катя и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет обзор на одну очень интересную палетку от бренда Pet Magrat. Это не первая палетка, которую я от Pet пробую, но когда я смотрела различных блогеров до того, когда что-то попробовала от Pet Magrat, многие говорили, что именно с этих палеток нужно начинать знакомство с брендом, потому что это и есть то самое уникальное, за что Pet Magrat и любит бьюти-маньяки. Я соглашусь с большинством, потому что из всех текстур теней Pet мне больше всего понравились и удивили меня, конечно же, оттенки Special. К слову, я уже успела попробовать большую палетку Divine Rose 1, там собраны и сатиновые, и матовые, и Special Shades оттенки. Также я пробовала четверку от Pet Magrat, которая не содержит в себе Special Shades. И вот благодаря моей подписчице Наташе Павловой ко мне в руки попала эта палетка. Очень, конечно, красиво, как всегда, оформлена. Это еще, кстати, старый выпуск, когда Pet делала все эти завязочки, сейчас они просто напечатаны, к сожалению. И несмотря на то, что она удешевила упаковку, а я считаю, что за такой ценник упаковка должна быть на уровне, к сожалению, стоимость палеток никак не упала. И давайте я ее вытащу, покажу вам ее внутри. Тут, конечно, все лакшери максимально. И здесь вот такие вот четыре оттенка. Все в текстуре Special. И давайте я больше не буду занимать ваше внимание, передам его этой палетке, потому что тут действительно есть на что посмотреть. Поехали! И давайте посмотрим на эту красотку поближе. Мне безумно нравится оформление палеток Pet Magrath. Да и не только палеток, наверное, все ее косметики. Мне очень нравится эстетика. Несмотря на то, что палеточка кажется маленькой, но она тяжеленькая. Сделана из очень качественного пластика. И сзади вот такая вот позолоченная металлическая вставка. Единственный, наверное, недостаток, то, что это все очень быстро залапывается. Давайте я сейчас протру, чтобы показать вам ее во всей красе. И это еще тот экземпляр палеток, где Pat Magrath делала всю основную информацию гравировкой. Мне попадалась одна из четверок палеток Pet, где это была просто наклейкой. Там тоже была четверка теней, но не Special Shades, а ее обычных теней. Более свежая коллекция. И эту палетку уже можно считать настоящей древностью. Потому что сейчас Pet Magrath начала экономить даже на коробках. Несмотря на ее просто огромнейший ценник. И перестала делать вот эту вот красивую историю с веревочкой. Там сейчас она просто напечатана. И, как я понимаю, коробочки вот так вот, как ларец, не раскладываются. Что, на мой взгляд, просто ужасно. Потому что ценник остался таким же конским, как он и был до этого. Давайте я палеточку сюда положу. Покажу вам, как это все выглядело. Можно закрыть. О, Господи, мне никогда не получается это с первого раза. И хранить ее в первоначальном виде. Конечно, так ее хранить можно. Это очень красиво, но, на мой взгляд, непрактично. Каждый раз вот эту вот веревочку туда-сюда завязывать. Коробку оставить можно. Просто где-нибудь на туалетном столике, чтобы она поднимала настроение. Я сейчас очень долго и упорно изучала всю информацию на тыльной стороне коробки. К сожалению, я нигде не нашла информацию о том, что это Cruelty Frey производство. Поэтому пока что я делаю вывод о том, что Pet Magrat все-таки тестирует свою косметику на животных. Но если это вдруг не так, то я сейчас вам где-то в углу об этом напишу. И эта палетка сделана в Италии. К сожалению, я не знаю, может быть, я слепая. Я так и не нашла количество грамм. Поэтому тоже сейчас где-то вам подпишу. Стоимость этой палетки на официальном сайте Pet Magrat приблизительно 4,5 тысячи рублей. Там постоянно меняется курс. И Pet Magrat отправляет напрямую в Россию. Единственное, что там высокий порог для бесплатной доставки. И, кстати, я хотела бы вам сказать, если вы хотите приобрести что-то от Pet Magrat, то, наверное, сейчас за полную стоимость это делать не очень рентабельно. Потому что на Pet Magrat в последнее время я постоянно вижу какие-то скидки. И, наверное, самое лучшее, что я видела на палетке, это минус 30%. Поэтому, если что-то хотите попробовать, то стоит постоянно мониторить ее сайт. И вот так вот выглядит эта палетка в открытом состоянии. Здесь все так же дорого-богато. Вообще ни к чему не придраться. И посмотрите, как необычно выглядят эти рефилы. Такое ощущение, что это как будто замерзшее, запеченное желе. Вот знаете, как бывают хайлайтеры. В тенях я ни разу у другого бренда не видела и не ощущала подобной текстуры. Впервые я попробовала Special Shades от Pet Magrat в ее палетке Divine Rose 1. И тогда они меня просто безумно покорили. Они показались мне очень интересными и уникальными. И тогда мне захотелось купить именно вот такую вот четверку. Пусть это будет дорого, но зато действительно что-то такое прямо необычное. Не так, как у всех остальных. И вот ко мне в руки попала эта замечательная палеточка. Давайте я, наверное, буду вам показывать оттенки от тех, которые мне понравились менее, к тем, которые понравились более. И не могу сказать, что этот оттенок самый неудачный, но он, наверное, самый простенький. Это такая темная, нейтральная, на мой взгляд, по подтону бронза. В нем есть небольшое количество блесток, очень мелких. Он переливается. Но если его растушевывать такой воздушной, очень пушистой кисточкой, то, в принципе, он может работать и как матовый. Но, наверное, не в складке, потому что он все равно будет отражать цвет. Но на нижнем веке и в уголке глаза, внешнем, он мне очень нравится. Дальше у нас с вами идет золотой оттенок. Я вообще не любитель на своих веках теплого золота, такого, как делает Шарлотта Тилбери, который такое, знаете, немножко даже ржавое. Здесь, к счастью, такого нет. Это очень гладкий золотой оттенок с напылением блесток в цвет. Только они такие крупненькие. И при определенном преломлении света все это загорается, выглядит очень красиво. И он уже более влажный и более нарядный, чем предыдущий. Дальше идет оттенок, который мне очень понравился. Это дуахром, наверное, из розового-фиолетовый с сиреневым небольшим шиммером. Вот при таком ракурсе, наверное, дуахромность его будет проявляться лучше всего. Но в обычной жизни, при длинном освещении, я вижу его просто таким сливовым на веки. И это мне в нем нравится. Несмотря на обилие блесточек, его можно носить и днем, и он, в принципе, будет смотреться уместно. Он тоже, на мой взгляд, очень влажный на веках получается. Не жует веки, как и все предыдущие. И звезда этой палетки, на мой взгляд, это дуахром из розового в лимонный. Насколько я понимаю, база здесь розовая, а вот напыление блесточек именно лимонное. И это тот розово-лимонный дуахром, который действительно видно вообще с любого ракурса. Посмотрите, как он переливается. И это, конечно же, праздник на глазах. К сожалению, этот оттенок больше остальных у меня сыпется под глаза. Причем сыпется не только в момент нанесения, но и в течение дня. Я постоянно нахожу у себя все новые и новые блестки. И меня это, конечно же, смущает. Причем, когда я сажаю эти оттенки на клей для глиттера, все это начинает скукоживаться, а блестки почему-то не удерживаются. Все равно они куда-то летят. Это, знаете, из разряда Дени Бернович. Вот у меня там тоже что ни делай. Они летят. Чуть-чуть долетят. Но за эффект я готова простить этому оттенку абсолютно все. Это, знаете, на что похоже? Вот если мы берем с вами первую розу от Pet Magrat, там есть самый светлый, такой хлопьевидный оттенок. Этот же в рефиле не ощущается хлопьями, но ведет себя приблизительно так же. Про все эти шиммеры можно сказать одно. Они абсолютно не кухожат века. В каких бы количествах я их не наносила. И ни один из этих оттенков, кроме бронзового, мне не нравится, как выглядит нанесенный кистью. Вот они сильно становятся беднее. Нет такой влаги. Такое ощущение то, что кисть поднимает блестки. И существует база, и существуют блестки отдельно. А мне нравится, когда они затираются в такой зеркальный эффект. Целый день носится на глазах. Немного могут осыпаться. Как я уже сказала, особенно вот этот розово-лимонный. Все остальные тоже могут, но не так сильно. Но за эффект, повторюсь, я им все прощаю. Однако, если смотреть трезво на эту палетку, которая все-таки за 4 рефила стоит целых 4,5 тысячи рублей. Для меня уникальными в этой палетке являются вот эти вот два оттенка. Я бы купила себе такую двушку. К сожалению, золотыми я не так часто пользуюсь, а похожих бронзовых в моей коллекции достаточно. И вы знаете, вспоминая свои ощущения от первой розы, мне казалось то, что там спешл шейдс не так сильно сыпались под глаза. Исключая тот самый светлый рефил. Поэтому я делаю вывод, что у Пэт Маград, так же как и с сатиновыми оттенками, спешл шейдс очень сильно разнятся. Поэтому, если вы попробовали спешл шейдс в одной палетке, совершенно не факт то, что они будут такие же в другой палетке. Вот конкретно в отношении этой четверки у меня какая-то вот такая мысль. Однако, несмотря на это, они мне понравились как в той палетке, так и в этой. Просто они разные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я успела попробовать матовую помаду в пуле и не сказать то, что я как-то особо впечатлилась ее формулой. Возможно, там проблема была в оттенке, потому что он был достаточно темным и проблемным. Я предпочитаю такие оттенки в формуле жидкой матовой помады, поэтому не знаю, можно ли по ней судить обо всей линейке. И еще, конечно же, мне очень интересны ее большие хайлайтеры и новая коллекция румян. Давайте вообще поговорим о бренде Пэт Маград в комментариях. Я благодарю вас за подписку на мой канал, за все ваши лайки и комментарии. И мы увидимся с вами совсем скоро. Всего вам доброго. До свидания.